Меня зовут Яна Жукова, мне 43 года, я главный редактор сайта organicwoman.ru, работая там уже два года. В мир органических женщин я пришла из рейва, потому что 8 лет с 90-х я была журналистом журнала «Ктюч», писала и интересовалась исключительно ночными клубами, электронной музыкой. Потом я была журналистом, редактором в разном глянце. Последнее мое место работы я была шеф-редактором офисьеля. После офисьеля я работала 5 лет пиаром в салоне красоты, то есть я еще в сфере бьюти поработала достаточно много. Я запускала тайм-аут и писала вообще везде, отели, плейбои и так далее. 10 лет я была диджеем и играла в барах хиты 80-х, 90-х, то, что потом называлось «Алка-трэш». То есть у меня путь к здоровью и к счастью был от всех возможных злоупотреблений. И, конечно, очень много потребовалось мужества и ресурсов для того, чтобы научиться радоваться жизни в трезвом состоянии. Потому что когда ты юзаешь все, что угодно, много лет, то все твои гормоны счастья исчерпываются даже, наверное, не до дна, а до состояния минус. И для того, чтобы это постепенно восстановить, и чтобы опять вся твоя биохимия, организм начала работать натурально, ну, это требуется, конечно, много времени и желания. Началось с табака это перед моим 30-летием, это уже много лет назад. Это первое, от чего я отказалась. Я была тусовщицей с разными злоупотреблениями. И в какой-то момент я поняла, что в 29 лет я себя чувствую не на 29 лет. Я была реально больным человеком. То есть у меня уже были гипертонические кризы, то есть повышенное давление, хронические бронхи с осматическим компонентом, головные воли. Ну, то есть это было в 29 лет. Понятно, что это было не только из-за табака, но я вдруг поняла, что, наверное, стоит перестать. А курила на тот момент в 17 лет. Курила я минимум, я начала в пубертате практически все. Пить, курить и говорить я начала одновременно, как шутил один из наших классиков сатириков. А не Пушкин. Значит, я поняла в 29 лет, что я себя чувствую как старушка. И тогда как раз вышла книжка Алана Карра «Легкий способ бросить курить». Вышла она не в печатном даже виде, мне ее нашли в интернете, распечатали. У меня была такая стопка бумаг А4, и я ее прочитала, а у меня день рождения в январе. Я закончила ее читать 5 января. Но он очень классно зомбирует, то есть там какое-то такое НЛП идет очень правильное. Но главное, что у меня был большой внутренний запрос перестать. Поэтому она на меня и подействовала, я так думаю. И он говорит, не снижайте, не снижайте, не снижайте количество. Я как курила пачку в день, так и курила. И в какой-то момент книжка закончилась. Он говорит, ну в смысле пишет, вы курите последнюю сигарету, затушите ее, и вы больше не курите. И я реально так и сделала. У меня при этом куплено 5 пачек, как обычно у курильщика, значит, они лежат. Я докурила, помыла пепельницу. И поняла, что все, я больше не буду курить. При этом у меня через 2 недели день рождения. А я, как сказала, я тусовщица, популярная очень девушка. Значит, у меня приглашено 150 человек на мое 30-летие. Я точно понимаю, что будут измененные состояния, в которых мне точно захочется курить. И первая мысль была, что, может быть, мне еще 2 недельки покурить, чтобы на дне рождения покурить. А потом уже перестать. Потом я думаю, что я дура, что ли. Нет, я же решила. И я для себя тогда поняла и определила, что это было принятие решения о том, чтобы перестать на уровне организма, на клеточном уровне. То есть как будто организм сам сказал, что, слушай, больше невозможно. И хотя тяга потом еще оставалась какое-то время, и потом, конечно, были изменения. То есть я там и вес набрала, и всякое такое. Но решение было принято. И, ну, в общем, я с тех пор не курю. Хотя я работала в большой редакции, где open space. Каждый час все редактора встают и идут курить. Тогда курить можно было везде. А я не перестала ходить. На данной тогда еще одна моя коллега смеялась, что, типа, ты еще брось пить и иди танго заниматься. Но коллега моя-то уже умерла от алкоголя. А я в итоге не курю и нормально себя чувствую. Вопрос сложный, потому что я так думаю, смотря что бросаешь. Если ты бросаешь курить табак, то вряд ли тебе нужно расставаться с твоей компанией. Потому что у тебя вокруг есть соблазн, если люди продолжают курить. На самом деле это уже потом не соблазны. То есть я, например, сейчас не могу себе позволить ходить в какие-то крутые гости, где точно, я знаю, собираются очень интересные люди. Но там в квартире курят везде. И я один раз побывала на такой тусовке, где, ну, просто интеллектуально, весело и так далее. Ты выходишь, у тебя пахнут табаком трусы, как раньше в клубах, когда в клубах можно было курить. Вот, ну, то есть стоп, невозможно. Вот здесь я просто не иду в гости, да. А вот если ты бросаешь или хочешь бросить алкоголь или наркотики, то тут, конечно, с окружением дальше становится не по пути. Ну, например, если взять алкоголь, то я сейчас весь последний год, когда старалась прийти к какому-то внутреннему стабильному состоянию невыпивающего человека, то я год практически не общалась с теми своими друзьями, которые ко мне приезжали в гости, либо я к ним ездила в гости. Я за городом живу, то есть у меня сейчас нет вопроса выпить в баре. Я за рулем, то есть в Москве я не выпиваю. А за городом, когда в гости, еда вкусная, вроде бы, и каждый раз это было сильно, сильно. Вот, я год не приглашала гостей и сама не ходила в гости с теми, с кем был соблазн. Сейчас я уже пришла в такое стабильное состояние, когда вот моя гордость, в этом январе у меня был день рождения, и я провела его впервые за всю свою жизнь трезвою, хотя вокруг люди выпивали, некоторые сильно опьяневали, некоторые умеренно. На меня это никак уже не влияло, но к этому стабильному состоянию нужно прийти. Если говорить про более серьёзные химические зависимости, я имею в виду наркотики, а это в моей жизни тоже было, в прошлом, в далёком, слава богу, уже, то тогда мои попытки были такие, что сначала я поехала вообще в другой город, чтобы поменять круг, я поехала замуж за приличного юриста, ничего там не вышло, и я вернулась обратно, и всё так или иначе продолжилось. А потом в какой-то момент, ну так все совпали обстоятельства, я уехала жить за город, за город, и я там и живу. Вот, то есть здесь пришлось это поменять, окружение. Ну и сейчас, сейчас часть людей, с которыми я тусовалась, они, несмотря на то, что им там под 50, люди могут продолжать вести себя так же. Я, не знаю, свечку не держала. Вот, но нам сейчас уже не по пути, наверное, так. Я выпустила текст про винный алкоголизм. Название придумала не я, редактор дал название, достаточно провокационное, которое звучит так, что если вы просто ужинаете с вином, вы уже алкоголик. Понятно, что это сработало как детонатором таким мощнейшим. Я могу говорить только про себя, да, потому что, помимо прочего, у людей есть разные предрасположенности. Или, например, один из моих экспертов в том материале, не только в том материале, Яков Маршак, нарколог и биохимик, он говорит про то, что у каждого человека изначально есть свое самоощущение, да, и если оно ближе к несчастью, то есть человек может изначально родиться малосчастливым, скажем так. Тогда у него намного больше склонность стать зависимым, да, потому что алкоголь и другие средства, они дают моментальную возможность выйти из минуса в плюс. И если минус очень глубокий, то ты на этот плюс подсаживаешься. Если у человека, в принципе, его базовый уровень самоощущения достаточно хороший, то у него не будет такой подсадки, да. Если говорить про частотность, например, да, что, наверное, стоит задуматься. Я задумалась, когда? Вот я уехала за город, я перестала пить в Москве. То есть у меня ушло то привычное времяпрепровождение потусоваться в баре и накатить вина или коктейли, да. А так как я, опять же, была тусовщицей, то у меня там был ряд баров, где меня радостно встречали, наливали бесплатно. Вообще все у меня было зашибись. Вот. Я лишила себя этого. Но я стала пить дома. А как я стала пить дома? Ты каждый день открываешь бутылочку вина. Иногда это может быть пара бокалов. А потом оказывается, что ты допила бутылку и открыла уже вторую. А понимаешь, ты это утром, и тебе плохо. И тебе плохо долго, потому что уже не 18 лет, когда вино проскакивает, или все что угодно, ну, иначе. У меня были в связке такие вещи, как, например, мне скучно, ну, не скучно, мне не хочется убираться в доме. Я люблю свой дом, но я не очень люблю наводить в нем чистоту. Я открывала бутылку, и под эту бутылку целую я убиралась. И мне было отлично, и дом убран, да, но в итоге я в говно. Ну, дом чистый. Вот. Я рисовала, я стала в какой-то момент рисовать маслом. Я это делала, выпивая. Я писала какие-то крутейшие тексты журналистские в измененных состояниях. То есть, выпив еще раньше и покурив. Вот. И у меня прям получались шедевры. Вот. Я развязала вот эти вещи для начала, да. То есть, ну, например, я лучше дом не уберу, чем я нажирусь. Я просто ждала какого-то состояния, когда мне уже хотелось убрать дом. Не в смысле, что я жила как в свинарнике, у меня прекрасный дом, все там хорошо. Но просто я перестала ставить себе вот это «должна» и стала действовать из «хочу». И тексты, которые там вы читали, да, в том числе про вино, они написаны в трезвом состоянии. То есть, ежедневно одинокое выпивание, когда ты просыпаешься, утром тебе плохо, это явно признак того, что не все окей. Плюс, когда ко мне приходили гости, я была тот самый человек, который открывал следующую и следующую бутылку. Так, что было уже по две на человека, и уже люди вроде говорили, может быть, чайку. Я говорю, нет, нет, нет. Но это, наверное, тоже признак. Примерно так. Просто то, о чём я писала в тексте, для меня было важно не сказать «все немедленно бросайте», да. А просто, чтобы люди немножечко навели фокус, да, на то, что в связке с алкашкой, да, идёт совершенно всё. Печальные поводы, стресс снять, порадоваться, свидание и так далее. Всё, что угодно. Но мне кажется, это не совсем окей. Это самый простой способ для того, чтобы заменить самоощущение, да, но от этого люди и болеют, и умирают в итоге. Не все. Но часто. Ну, как было у меня, я раз за разом срывалась, да. То есть у меня было, сейчас скажу, с какого-то, наверное, за 10 лет, с 9-го года, значит, у меня было два раза по году, когда я не пила вообще. Первый раз это было связано со здоровьем. У меня были большие проблемы с позвоночником. Мне было запрещено выпивать в течение года. Я не пила и нормально себя чувствовала. Но потом случилось то, что у меня умерла бабушка. Я два с половиной часа с МЧС взламывала дверь. Нашла её лежачей на полу. Ну, то есть такая адская, неприятная, тяжёлая ситуация. Организовывала похороны. Ну, вот это всё. И что у меня оставалось? Приехать домой, выпить. И я так и развязалась, да. И главное, что ты, когда развязываешься, ты вроде... Ну, допустим, есть вот повод, да. Смерть, там, поминки, ещё поминки. А потом просто у тебя возвращается жизнь эта вся алкашка. И ты возвращаешься к тем же порциям, количествам, да. Второй раз у меня было тоже связано со здоровьем. Но тут, слава богу, у меня было всё хорошо. Я съездила в Китай. Там у меня было иглоукалывание. Я приехала со всякими травяными таблеточками. То есть там у меня здоровье начало идти вверх. Вот. И я год... Начало было нельзя с этими таблетками. А потом просто мне так понравилось, что... И появились в жизни практики. Медитация там и так далее. Вот. И стало меньше хотеться. И я год опять не выпивала. Я даже не помню, что случилось. Там, слава богу, не было больше никакого трэша. Но, тем не менее, опять повод. Это вроде сначала чуть-чуть. И это дальше по накатанной. Вот эти срывы. Просто срывы, которые, ну... Как говорят, да, что алкоголик это там... То есть ты можешь перестать, но ты остаёшься алкоголиком на всю жизнь. Я не считаю себя алкоголиком. Но так говорят, да. И, в принципе, от 30 лет моя жизнь связана с алкоголем. Да, с 13 лет. Так или иначе. Вот. Срывы, которые берутся непонятно откуда. То есть можно избегать кампаний, можно избегать стрессов, можно развязать всякие привычные установки, типа я пишу крутой текст, только нажравшись. Но потом раз, находится повод, и ты развязываешься, и потом это скатывается уже в трэш очередной. Как избежать срывов, я не знаю. То есть вот сейчас я у меня, после того, как я выпустила эти тексты, у меня создана группа «Свобода, версу, зависимость», закрытая группа в Фейсбуке. Туда пришло достаточно много людей, в основном женщин. С одной женщиной я работала. Месяц индивидуальной работы, и через осознанность она перестала выпивать после четырёх лет запоев. Она не выпивала три месяца, что круто. И сейчас вот буквально она мне пишет, «Яна, у меня опять срыв. А что было поводом, спрашиваю я. У вас какой-то конфликт дома или что-то? Непонятно. Просто снова резко захотелось испытать эйфорию и уверенность. И она пошла и накидалась. Она, слава богу, не ушла в запой, но она сорвалась. И писала мне в ужасе, что я дико боюсь опять вернуться к тому стыду и кошмару, который был. Что это было? Непонятно. Этот червячок, он, видимо, до конца не засыпает. Группа закрытая, она в Фейсбуке. У меня есть три контрольные вопроса для входа. Туда пришло какое-то количество моих знакомых. Сейчас там очень много людей, которые просто пришли, прочитав текст. Очень много женщин. Потому что если мужчине, наверное, сложно признаться в принципе, что у него есть проблемы, то пьющая женщина – это падшая женщина. И я сейчас сталкиваюсь с тем, что все эти прекрасные, успешные пофото в Инстаграме, как все сейчас говорят, что за красивой картинкой в соцсетях скрывается... Ну, я такое начиталась за это время, караул. И оказывается, самым важным для них просто вообще озвучить, что у них есть проблемы, описать свою ситуацию, чтобы их выслушали с принятием и без осуждения. Критерии вступления как таковых, то есть там фейс-контроля нет, есть три вопроса, на которые я все-таки стараюсь дождаться, чтобы люди ответили. Есть ли у вас зависимость в скобочках? Алка, табак, дракс. Алка – большинство. Почему для вас эта проблема? И хотите ли вы избавиться? Да. Иногда люди не заполняют это, но я вхожу в профиль к ним, просто смотрю, что это живой человек с подписчиками, с активностями. То есть, например, у меня сейчас висит, я не добавляю, человек без фото, не ответивший на вопросы, с одним другом и без каких-либо картинок и активностей. То есть я не знаю, может, человек завел фейсбук только ради того, чтобы попасть в группу, но я не могу рисковать, потому что я по первому времени сталкивалась с тем, что людям стыдно, и они боятся, в принципе, находиться в группе с названием «Свобода vs. зависимость», потому что никто не узнает, что я тут, потому что там могли быть какие-то очень успешные дамы, например. Это зависимость не зависит ни от чего, и самая разная ситуация, то есть кто-то родил ребёнка и забухал, у кого-то ребёнок с проблемами, у кого-то муж с зависимыми отношениями, он там, допустим, наркоман, ну, что-то там употребляет, кто-то устал от того, что у неё успешная роль по всему, а она втихаря, значит. Там разные нюансы, но картина одна. И я общалась с одной девушкой, она ведёт разные тренинги, и она, как раз мы обсуждали эту тему «Пьющая женщина, падшая женщина», и для меня был очень образный такой пример, что если представить там древнюю Русь какую-нибудь, девушку в сарафане с косой в кокошнике, представляете, она в говнище, это же невозможно себе представить, да. Сейчас без кос и без кокошников, и там феминизм и всё такое, и все на равных, и всем всё можно, но тем не менее, когда девушка из стадии весёлой подруги за застолье превращается в женщину, которая бегает и покупает там третью бутылку вина, и ничего потом не помнит, её дотаскивают до такси, а это очень тонкая грань, да. Я это знаю не понаслышке, потому что, к сожалению, моя мама умерла, когда я была 44 года. Умерла она от циррозы печени, я в последний год её видела в страшнейших состояниях, и когда я пришла разбирать после 40 дней её вещи, одежду в шкафу, и в шкафу посыпались пустые пивные, ой, водочные бутылки. Много. То есть даже человек, с которым она жила, её муж, он не знал о степени, потому что эта степень наступает, и она-то всех скрывается настолько, что близкие люди не знают, как человек болен. Но это на меня в своё время не повлияло. То есть мама умерла, мне было 22 года, я продолжила свой бодрый путь ещё 20 лет. Это не было для меня поводом задуматься о себе. и когда умирали подруги, в том числе от алкоголя, или там коллеги. Чужой опыт, он ни о чём, пока ты сама как-то это не поймёшь. В чём суть группы, я пока до конца не понимаю. Она появилась на следующий день после того, как я выпустила текст на Organic Woman. Свобода vs. зависимость. Потому что я оставила там имейл, что если у вас есть проблемы, пишите. И у меня вдруг посыпалось такое количество писем, что я через день создала закрытую группу. Туда стали приходить люди. Я веду её я. То есть там нет, как обычно в группах, что каждый что-то пишет. Потому что, повторюсь, эта тема очень стыдна. И женщине даже в закрытой группе, где все алкоголики, или зависим от сладкого, или ещё от чего-то, не готовы признаваться. Так как у меня примерно уже 5-7 лет есть свой путь, работа над собой, с разными практиками, с разными мастерами. Я много читаю. Я почти ежедневно, безвозмездно, делюсь разным контентом и пишу посты, а я хорошо умею писать. И как показал опыт, даже просто посты мои, они работают. То есть несколько человек, я это знаю точно, просто находясь в группе, просто обратив внимание на свою жизнь и просто читая какое-то количество моих постов, перестали пить. А там были стадии такие, что девушка не могла спать уже без вина по вечерам. Она перестала выпивать и она пошла в группу анонимных алкоголиков. То есть ей эта поддержка, она туда ходит вот за такую поддержку. Она перестала, она уже несколько месяцев не пьет. с кем-то, кто готов, я работала индивидуально. В чём это заключалось? Во-первых, это онлайн-консультации, разговоры, выслушать, понять, без оценок, без осуждений. И я даю некоторые задания. Во-первых, это связано, я это называю практикой быть в теле. То есть это не просто медитация, когда ты сидишь, дыхание своё, например, считаешь. Просто я раз за разом сталкиваюсь с тем, что голова отдельно, тело отдельно. Практика быть в теле, когда ты вниманием просто скользишь с пальцев на ногах до макушки постепенно и оказываешься в контакте с собой, а потом ещё и учишься какое-то время находиться в состоянии без мысли, чему учит медитация, и бдительности, когда ты встретил мысль, и вернулся опять потом к безмыслию. Потому что вот эта бдительность, она в итоге потом помогает не пойти за тягой. Когда тебе тяга говорит, хочу выпить или хочу съесть шоколадку, ты вдруг улавливаешь этот позыв, понимаешь, так, стоп, я вижу тебя, и я могу за тобой не идти. недалее, как вчера у меня была маленькая группа, я что сейчас ещё делаю? Я собираю секретные уже группы туда на конкретную программу, то есть туда собирается, не знаю, от трёх до пяти женщин, я провожу эфир, я провожу онлайн-практику, вот такую вот. И вчера четверо было, четверым зашла эта практика, двое потом уснули, потому что ты вдруг впервые из мозга приходишь в тело, ты расслабляешься, тебе становится хорошо, ты вдруг понимаешь, что не только твой хаос в голове, это ты. Я сегодня, после вчерашней группы, сделала опять пост и спросила, сказала людям, что я понимаю, что просто рассказать о своей проблеме, это уже большое облегчение. Вот вам пост, кто смел, оставляйте комментарии. Но вот прошло несколько часов с утра, ну, ноль комментариев, а вот уже в секретной группе, где несколько человек, там женщины были готовы делиться. Может быть, не самые интимные вещи рассказывают, но тем не менее, рассказывали и говорили прям, ну, наконец-то. Потому что еще все встают очень врать. Туда уходит такое количество энергии на обманы, на то, чтобы это все скрывать и делать вот эту вот хорошую мину при плохой игре. Вот. А что будет дальше, я не знаю. Пока есть вот журналистский путь, пока есть вот такая вот работа. Оно само все ведет. Просто я очень много времени трачу, я пишу там вот такие вот полотна постов, мне никто за это не платит. То есть это, ну, какая-то безвозмездная работа, которая из меня прямо льется. Вот. С октября аж. Сейчас у нас март. Вот. Оно льется и льется. Вот. И оно как-то влияет. Ну, и слава богу. А дальше видно будет. А, и к вопросу про психологов. Там получился интересный момент, что, например, я в какой-то момент включила туда знакомого, психотерапевта. Людей начали бесить теоретические комментарии. То есть сказали в итоге, что мне доверия больше, потому что я человек, который сам через это все прошел. А когда психотерапевт-теоретик говорит какие-то общие фразы, людей это раздражало. Вот. И, например, та женщина, которая смогла вылезти, вынырнуть из своих запоев, и вот три месяца она держалась, пока, правда, не случился срыв. Она работала. То есть там были и психотерапевты, и гипнологи, и наркологи. И она после каждого захода сразу шла, покупала и выпивала. Потому что вот эти искусственные методы, они не могут сработать так, как включение собственной осознанности. Но если ее не поддерживают, то происходит срыв. Потому что мы, собственно, с девушкой, я говорю, а вы практиковали все то, что я вам оставила, все эти инструменты? Она сказала, нет, я была в такой эйфории от того, что я оказалась на вот этом свободном уровне. Мне казалось, что это навсегда. Оно это нифига на мне навсегда. Потому что я сама делаю свои практики ежедневно, для того, чтобы оставаться в стабильном, классном состоянии. Я независимость контролирую. Я работаю над тем, чтобы хорошо себя чувствовать. И это возможно. Потому что у меня тоже был еще один огромный текст, почти диссертация про счастье. То есть для меня счастье это не эйфорическая история про Золушку, которой раз, дико повезло, и она стала счастливой. Это ежедневная работа над тем, чтобы твой внутренний огонь, который у нас у каждого есть в душе, чтобы он горел и грел. Вот я работаю над этим, а не контролирую зависимость. Это важно. Потому что если ты способен, а каждый способен, я так думаю, поддерживать вот это самоощущение, то резко изменять его с помощью химии не надо будет. То есть у меня, на моем опыте, так и получилось. Я не могу сейчас сказать, что я стала трезвенницей. Я сейчас пришла, если говорить про отношения с алкоголем, к такому состоянию, что я в принципе выпивать не хочу. У меня сейчас дома все виды вина, красное, белое, розовое. У меня стоит бутылка вдовы кликоз Нового года. Я просто не хочу. Но будет повод, я не знаю, какой-нибудь. Я себя послушаю, и возможно, я выпью два бокала. Я научилась останавливаться, потому что меня пьянит уже сейчас в моем чистом состоянии один бокал. Я знаю, что больше двух я точно не выпиваю, потому что дальше у меня уже становится плохо. Ну, не в данный момент, а просто я буду это завтра чувствовать. А мне так нравится чувствовать себя хорошо, что я больше не хочу себя чувствовать плохо. Для того, чтобы начать переставать, мне кажется, здесь есть нюансы, опять же, алкоголь, наркотики или табак, потому что природа в зависимости примерно одна, но шаги где-то могут отличаться. Если говорить про вино, про алкоголь вообще, как самый такой социально доступный кайф для изменения состояния, во-первых, обратить внимание на то, как у тебя этого много. потом обратить внимание на себя и посмотреть, а вообще, ну, почему ты это делаешь так часто. Я понимаю, что могут быть уже такие крайние степени, ну, медицинские уже, когда только через нарколога. Но я вот про это не буду говорить. Я говорю всё-таки про социальный, какой-то уровень зависимости, когда человек всё-таки способен включить свою осознанность. Я повторюсь, что мой путь через осознанность, то есть обратить внимание на себя, как ты себя чувствуешь, почему ты это делаешь. методик в принципе много. Если ты захочешь поискать, ты найдёшь. Мои методики я назвала, да, это медитация, это прописывание, но и дальше есть глубже и дальше в работе с мастерами, например. Каждый находит своих мастеров. Меня тоже спрашивали, а посоветуй. Это невозможно, потому что если ты становишься на путь обновления, то люди начинают приходить сами, те, которые нужны именно тебе. Я в той статье давала ссылку, есть такая прекрасная девушка Варя Веденеева, она делает чек-листы. Вот у неё чек-лист был связан как раз с алкоголем, то есть там можно распечатать, там у тебя такой год, и каждый день в календаре просто бокальчик вина. И вот мне было приятно, что один из моих приятелей, который много работает и отдыхает, он только исключительно с алкоголем, вдруг мне написал, что спасибо, отличная статья, и прислал мне фотографию вот этого чек-листа, который висит у него на стене в кабинете на работе. Я была поражена, потому что это шаг для него, я точно это знаю. То есть там можно просто отмечать хотя бы, а сколько у тебя этого в жизни, то есть это уже какой-то способ, если не контроля, то обратить внимание. Но для меня, например, такие штуки не работают. Я научилась уже настолько слышать себя и слушать свой организм, что если у меня возникает какая-то я не Будда, я живая женщина, у меня бывают гормоны, прыгают, значит, я бываю грустна, и я отслеживаю, как у меня в каком-то грустном состоянии вдруг начинает зудеть тяга. У меня такое было относительно недавно. Я сразу смотрю, то есть вот я иду гулять с собакой, я очень раздражена, грустна и хочу выпить. Это утро, там, выходного дня. Я могу это сделать, в принципе, и знаю, что я вряд ли нажрусь. Но я начинаю смотреть за своим состоянием. Почему я так себя чувствую? Окей, завтра у меня годовщина смерти мамы, а мне всегда это очень тяжело дается. Через день полнолуния на женщин и вообще на людей это часто влияет. Плюс у меня есть мои там какие-то личные переживания. Я все это вижу. Я прихожу домой, у меня есть набор практик, чтобы выместить гнев, чтобы выгрузить свои эмоции, чтобы разложить по полочкам, чтобы понять, о чем я могу сама себе помочь. То есть на мой запрос, да, хотя короткая дорожка это пойти, открыть бутылку и накатить. Я все это раскладываю за пару часов. И все, у меня уходит мое состояние раздраженное, я не открываю бутылку. Но этот путь к такому состоянию занял несколько лет работы с собой. И я очень довольна уровнем, на котором я сейчас оказалась. Я так думаю, что если ты хочешь бросить бухать, то совершенно точно не надо делать это силой воли, стиснув зубы, потому что ты все равно сорвешься. Да, если ты хочешь перестать, в какой-то момент эту тягу, наверное, можно перетерпеть. Но вот этот вот посыл, чтобы перестать, он должен быть действительно осознанным. Ты действительно должен принять всем телом, что мне с алкашкой больше не по пути. Важно чувствовать и прям, может быть, доводить, знаете, до края, до дна вот это состояние, когда тебе плохо. То есть осознавать все вот эти физические последствия, да, прям вот прочувствовать вообще до омерзения, с одной стороны. А с другой стороны расширять окно трезвости тем, что ты постепенно находишь в жизни, вспоминаешь, обнаруживаешь, выдумываешь новые моменты для получения удовольствия. То, куда тебя будет тянуть просто само по себе и где алкоголь как минимум неуместен. То есть я бы не назвала это заменой. Хотя тоже с кем-то из специалистов мы обсуждали, да, я все смеялась, что человек как будто торчит на торчании, такая природа у человека, торчает на торчании, да, и условно люди там пересаживаются с наркотиков на йогу или с алкоголя на йогу. Возможно, это тоже зависимость, да, ходить и сидеть там в асанах и так далее, вот, но она, эта зависимость уже не деструктивна. я старалась все-таки не заменять одно другим, одно чем-то. Да, и категорически это важный момент, потому что, когда пришли в группу люди самые разные и начали на тему того, как себе помочь, сразу антидепрессанты рекомендовать, транквилизаторы. Я говорю, стоп, ребята, подождите, мы здесь вообще не про это. Да, я понимаю, что человеку может быть клинической депрессией, например, на фоне алкоголизма или наоборот. Тогда ему психиатр прописывает таблетки, да, но сразу идти вот этой дорожкой заменить алкоголь. Лучше бухать тогда, мне кажется. Я тут увидела в фейсбуке мем, там было написано, дословно сейчас, наверное, не скажу, но постараюсь, если у вас много проблем, сядьте на героин, сведите все проблемы к одной. Это не совет и не напутственное слово в финале. Это про то, что когда человек зависим, у него весь мир схлопывается в одну точку. Это может быть зависимость как от вина, так и от человека, как от сладкого, так и, не знаю, от внимания, от соцсетей. На самом деле жизнь огромная, мир огромный, возможностей миллиард. и реально есть смысл расширить границы своего восприятия вот от этой одной точки к более широкой картине мира. Вот мне это сейчас интересно, да, я по этой дороге сейчас и иду, чего я вам желаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok